КОНЕЦ КОНЕЦ Безусловно, одна общая у них у всех черта. У них у всех безупречная биография, без сучка и без задоринки, ни одного пятнушка на биографиях. Это вот к вопросу о системности. Все вот эти самые знаменитые перебежчики, люди, которые выбрали свободу, назовите как их хотите, люди типа Гордеевского, Пеньковского, Полякова, Калугино. Калугино. С Калугиным отдельная история, там до конца не все понятно. Но в любом случае самые знаменитые предатели по версии Лубянки, они все были, что называется, без сучка и без задоринки и выглядели вполне системными. Бог его знает. А вдруг господин Красиков знал что-то такое из прошлого Владимира Путина, что Путин бы очень не хотел, чтобы стало публично известным. То есть вы считаете, что я, Красиков, я могу шантажировать Путина через своих адвокатов, а потом возвращаюсь в Советский Союз, то есть в Российскую Федерацию, прямо в лапы этого Путина, и могу умереть от сердечного приступа через неделю. И да, и тебе раскатывают красную дорожку и выстраивают почетный караул, и президент тебя демонстративно встречает у лестницы, в смысле у трапа самолета, да, а потом с тобой что-то происходит. Вы же вспомните, президент встречался после мятежа от Пригожина с Пригожиным, и говорил там какие-то правильные слова, и говорил, что все с ними будет, с вами будет все в порядке, и что потом с Пригожиным случилось. Ну так Красиков же это все знает, он же знает, с кем он имеет дело, при этом он с Путиным знаком даже дольше, чем Пригожин. Поэтому я не уверен, что он готов был бы прямо шантажировать Путина. Я думаю, что у Путина могла быть другая идея. Он мог бы опасаться непредсказуемости Трампа. Вот Трамп, который приходит к власти, который готов там бороться за освобождение американских граждан. Российский политзаключенный его мало волнует. Но что самое интересное, его мало волнует в этой истории Германия. И его мало волнует Красиков. Он хочет, чтобы Путин передал ему американских граждан за каких-то людей, которые находятся в американских же тюрьмах. Германия может не стремиться сотрудничать с Трампом в точке зрения освобождения кого-либо в обмен на Красикова. То есть начинается период турбулентности. Вот это то, что могло испугать Путина. Ведь Трамп говорил, что он немедленно освободит Гершковича и всех остальных американских граждан. Их там трое, да? Но никто не сказал, что Трамп мыслит в категориях «я отдам за это человека, который находится в заключении в Германии». Трамп просто может не хотеть зависеть от Шольца. Это же непонятно вообще. Понимаете, когда вы начинаете строить взаимоотношения с Трампом, вы входите в некую область незнаемого. Поэтому, может быть, Путин решил и не рисковать? Да, конечно, может, ему хотелось сделать какой-то сувенир Трампу, но не так, чтобы Красиков завис в немецкой тюрьме еще на несколько лет. Ну, у нас с вами, к сожалению, мало информации для того, чтобы каким-то окончательным выводом прийти. И посмотрим, знаете, еще какое-то время пройдет, может быть, мы что-то дополнительное узнаем. Кстати, я посмотрел одним глазом в интернете Ширанского методом обмена на четырех шпионов, задержанных в разных западных странах, освободили в феврале 1986 года. Знаете, это еще перестройка не началась тогда. Да, ускорялись в основном. Помните, ускорение, ускорение. В лагере, мне кажется, это было... Он скончался в сентябре, нет, это было до этого. Он скончался в сентябре 1945, до этого это было. Видите, мы просто уже... Во всяком случае, в конце 1986 года только. Это к вопросу о, кто был последним освобожден. В конце 1986 года Горбачев вернул Сахарова из ссылки, а Сахаров тогда при знаменитом этом телефонном разговоре сказал Горбачеву, что дело даже не во мне, а дело в многочисленных политзаключенных, которые по-прежнему томятся в тюрьмах и лагерях. И в 1987-м их начали быстро-быстро всех освобождать. Ну, соглашусь, да. Я просто думаю, что, может быть, у меня такая ассоциация... Кто из них был последним, это врать не стану. Кто вот физически был последним. Давайте сменим тему. Мне хотелось еще на несколько тем с вами поговорить. Новые заявления... Хотел бы, чтобы вы прокомментировали новые заявления, которые прозвучали от президента Украины Владимира Зеленского в связи с возможными мирными переговорами с Россией. Вот он об этом говорил на днях в интервью французским журналистам газете Le Monde. Ну, понимаете, я вообще считаю, что Владимир Зеленский говорит совершенно простые вещи для западной аудитории. Но он говорит четко, что Украина готова к переговорам. И, кстати, этот мотив готовности объяснил советник главы его офиса Михаил Подоля, когда сказал, что мы уговорим, что мы готовы к переговорам, чтобы выбить козырь из рук российской пропаганды, которая постоянно говорит, а не только пропаганда, это еще и дипломатия. Мы готовы к переговорам, а Украина переговоров не хочет. Украина тоже хочет переговоров. Так и Россия. Просто Украина хочет переговоров, которые базировались бы на принципе международного права, признания ее территориальной целостности. То есть на элементарных принципах обеспечения ее безопасности. Вот три принципа. Международное право, территориальная целостность, безопасность. Россия хочет переговоры на совершенно других принципах. Владимир Путин этих принципов не скрывает. Это практически отказ Украины от своей международной признанной территориальной целостности. Это отказ Украины от права на собственный поиск модели обеспечения безопасности. То есть отказ от союзов, по большому счету. И это отказ как таковой Украины и ее союзников от приоритета международного права. То есть это две совершенно различные платформы. Я вообще считаю, что при таких платформах в принципе никакой переговорный процесс невозможен по определению. Потому что это параллельные прямые. Украина считает, что Россия должна признать ее территориальную целостность в границах условно говоря 2014 года до оккупации Крыма, части Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей нашей страны. Россия считает, что Украина должна признать не только Крым, но и Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области в их административных границах, неотъемлемой частью Российской Федерации и вывести свои войска с той части этих регионов, в которых они находятся. И Россия при этом требует, чтобы Украина при этом признала свой нейтральный статус, провела процесс так называемой деноцификации, который на практике может означать на самом деле запрет всех политических партий и объединений, которые выступают за самостоятельный украинский путь развития. Потому что что Россия по большому счету объявляет украинским нацизмом и национализмом само стремление Украины к суверенитету вне российской зоны влияния. Это же и есть определение нацизма. Поэтому как я спрашивал когда-то одного из высокопоставленных украинских там политиков, а что вы понимаете, что такое деноцификация? Он мне говорит, да, понимаю. Это вас и меня выдать Путину, чтобы он нас судил за то, что мы поддерживали идею украинского суверенитета, потому что это с точки зрения российского представления реальности, есть преступления, есть нацистская пропаганда. Вот и все. Каким образом вести переговоры? То есть это по большому счету Россия предлагает Украине переговоры о капитуляции. А Украина предлагает России возвратиться к международному праву, что для России абсолютно неприемлемо, как для государства. Ну, во всяком случае, новый образ России – это вот президент Путин, который торжественно встречает террориста, наемного убийцу у трапа самолета, чтобы там не было, что называется, за кадром в подтексте. Но, знаете, вот если кто-то крякает как утка, кто-то плавает как утка, кто-то переваливается до ходу как утка, это, наверное, утка. Вот человек, который встречает террориста, признанного таковым западно-германским судом, приговоренного за убийство, наемное убийство к пожизненному заключению с оркестром, с красной дорожкой, с почетным караулом, он, наверное, тоже сам глава террористического государства. Ну, я прошу прощения. Депутатом Государственной Думы России является господин Луговой, который был непосредственным исполнителем убийства Литвиненко. Это же тоже никакая не новость. Просто ему удалось сбежать от Великобритании и сделать блестящую карьеру. Господин Бут, еще одна звезда пленительного счастья. Ну, его трудно назвать там убийцей, в прямом смысле слова, но он оружейный барон. Да, да. Но никого не другого Путин не привечал лично. Я что-то не припомню, чтобы он выражал личные симпатии по отношению к господину Луговому, обнимал его и целовал в обе щеки, да? Или там встречал бы Бута с оркестром. Да, это правда. Это изменение пропаганды, но не изменение подхода. А кроме того, вам не кажется, что вообще появление Путина на аэродроме, это во многом его стремление угнаться за тенденциями, ведь он же не один появился на аэродроме. Джозеф Байден встречал своих соотечественников на аэродроме. Олаф Шольф встречал своих соотечественников и российских тоже политзаключенных на аэродроме в Кёльне. А перед этим Владимир Зеленский всегда приходил на обмены. Помните, да? Да, 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 конечно. Это тоже было такое совершенно новое слово. Вот Зеленский приходил на свой первый обмен, насколько я помню, масштабный, он встречал людей у трапа. Ну, не знаю, как вы, я бы сказал так, что мне кажется, что в итоге Путин в проигрыше. Он, с точки зрения международной его репутации, ее значительно ухудшил. Раз. Он подарил политические очки Байдену и демократической партии на выборах. И вот, смотрите, появился последний опрос общественного мнения в Соединенных Штатах, который показывает, простите, я боюсь ошибиться, но, короче говоря, понятно, что общенациональный опрос в Америке – это что называется средняя температура по больнице. Но, тем не менее, вот хочу заметить, что последний опрос свидетельствует о том, что на четыре пункта на национальном уровне входит Камала Харрис и Дональда Трампа. А смотрит, дальше дело пойдет. Да, осталось же сто дней почти. Тут же очень важно, что появление Камалы Харрис как кандидата на постпрезидента Соединенных Штатов и демократической партии создало неимоверную волну энтузиазма. Мы вообще такой редко видели. Это да. Возможно, потому что это такой контраст с Байденом, возможно, потому что был очень серьезный страх и депрессия после этих сентябрьских дебатов, то есть после этих последних дебатов между Байденом и Трампом, первых и последних, да. Но я вот не знаю, как это удержать, понимаете? Ну, знаете, опросы сейчас есть. Энтузиазм по поводу Камалы Харрис мне напоминает вот то, что я читал, когда вот была такая волна энтузиазма, даже не в связи с Бараком Обамой и Биллом Клинтоном, а вот в связи с Джоном Кеннеди. Да. Вот в демократическом лагере, когда был выдвинут Джон Кеннеди, была примерно такая же волна энтузиазма и такое же раздражение республиканцев. Да. Кто это такой, почему он вам нравится? Это же мы сейчас говорим, что Джон Кеннеди был общенациональным любимцем. Он был национальным любимцем, демократом. Республиканцы его просто не переваривали, когда он был президентом. Ну, вы помните, знаменитые дебаты между Никсоном и Кеннеди. И Никсон по опросам победил на радиодебатах, когда не видно было, как выглядит один и другой. А на телевизионных дебатах по опросам победил Кеннеди, потому что он был молод, хорош собой, обаятелен, улыбчив, элегантен. Я помню, у меня был один мой близкий приятель, правда, намного меня старше, но это был действительно мой друг американец, которого я спросил. Ну, ему было, наверное, уже лет 40 тогда, в 60, может быть, даже больше, в 62 году. Я его спросил, скажи, Ральф, а ты за кого голосовал? Ты, говорит, демократ, республиканец, он говорит, я вообще независимый. А за кого ты голосовал в 60-м году? Конечно, за Кеннеди, я хочу, конечно. Но потому что он был как мы, он был один из нас. Он был человек, который, он был первый американский политик, который не носил шляпу. Помните, все американские политики, выходя на улицу, надевали шляпу. А он ходил, как мы, с непокрытой головой. Понимаете, вот такие детали тоже иногда имеют значение. Да, наверное, он был просто человеком другого поколения. Ведь его отец Джозеф Кеннеди ходил в шляпе. Можает, хорошо. Альф Кеннеди действительно ходил в шляпе. Так вот, возвращаясь к предложениям, которые озвучивает Зеленский, он, в частности, там говорит о втором саммите мира, говорит о том, что если участники саммита хотят видеть на нем Россию, значит, так тому и быть, значит, надо придумать способ, как заставить Россию в этом саммите участвовать. А вот вы как относитесь к перспективе вот этого второго саммита мира? Я не очень понимаю, зачем Россия приезжать и участвовать в формате украинского изготовления. Ну, то есть, разве что это будет совершенно другого типа саммит мира, который пройдет не в Люцерне, а в Пекине, ну или в Гуанчжоу, который будет готовить Китай, где он будет главной принимающей стороной. Понимаете? И где вот это вот Россия и Китай будут разыгрывать карты, а Украина будет принимаемой стороной, которая должна будет согласиться с тем предложением, которое будет озвучено в резолюции этого саммита. И которое может очень не нравиться украинской стороне и украинскому обществу в результате. Но я плохо понимаю, зачем Украине такой саммит мира. И зачем Западу такой саммит мира? Зачем это Соединенным Штатам? И самое главное, а когда это проводить этот саммит мира? До выборов президента США в ноябре? Понятно, что мало кто из политиков западных, высокопоставленных тем более, и не только западных, любых, захочет вообще куда-то ехать. Потому что о чем говорить? А после президентских выборов Соединенных Штатов начнется притирка к новой администрации. Ну, как-то так. Поэтому представить себе какой-то международный форум с результативными какими-то итогами до февраля-марта 2025 года я не могу. Я бы сказал до апреля, потому что 20 января инаугурация, и потом месяца два займет процесс, ну, полтора, как минимум. Вот утверждение нового госсекретаря в Конгрессе, нового главы Пентагона и многих других людей, которые должны занять высшие должности. В Америке же это все нужно проходить через утверждение американскими законодателями. Я думаю, что в апреле не радует. Ну, тут есть еще другой вопрос. Насколько, в принципе, можно при всем при том повлиять на Россию, заставить ее участвовать в любом форуме, даже там в феврале, марте, апреле следующего года? Почему Россия должна вообще участвовать в предложенном Украине формате? Ну, это Украина инициатор форума МИР. Почему тут должна ехать российская делегация, как будто она там делегация страны, отчаянно нуждающаяся в таком приглашении? Я не понимаю. То есть, почему этот интерес к Путина должно быть важно, если вы подумаете, я не знаю. У меня нет ответа на этот вопрос. Я не вижу никакой реальной перспективы участия Москвы в подобном мероприятии. Но я вполне допускаю, что если мы исходим из некой формулы не мира, а истощения сторон, и это истощение является важным не только для Украины, но и для России, если мы там считаем, что российская экономика в непростом состоянии, что Путину необходима передышка, что он может опасаться, опять-таки, непредсказуемости новой американской администрации, то вот какое-то приостановление войны перемирие какое-то, в это я верю, это может быть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова